Добрый вечер, дорогие мои. Еду из города, как мы это называем, и у меня впереди длинный спуск к моему дому. И один вопрос, который опять тревожит вас, заключается в том, что платить десятину церкви или не платить. Я уже ответил большим роликом на это, но при этом женщина одна пишет, что ну как же, если не платить, то священники не выживут. И это реально так, если уж там совсем не будем платить. Но я бы хотел все-таки обратить внимание на то, а кто должен платить? Ведь если мы исторически посмотрим на этот вопрос, то ведь вся оплата всегда ложилась на богатых людей, на богатых людей. А сейчас мы видим ли какие-нибудь от богатых людей оплаты в церковь? Нет, я понимаю, что у них есть и налог, а у них есть и социальные какие-то обязанности перед другими, они в фонды, в разные влечения, детей там вкладываются и так далее. Но посмотрите, у нас сейчас говорят, что 90% всех капиталов в руках одного процента населения и у этого процента населения основной капитал за рубежом. Как он, из чего он будет платить вот эту десятину, если у него все за рубежом? Это раз. А во-вторых, будет ли он ее платить? Не посмущается ли он показать, что у него какие-то там деньги есть, если у него задача эти деньги скрыть от государства и от всех нас? Ходить так маленечко, скромненьким. И здесь что может помочь? Мы с матушкой обсуждали эту тему, она говорит, давай тебе прочитаю анекдот или притчу такую английскую. На туалете на английском написано, мужчины и женщины входят в туалет бесплатно, леди и джельтмены за один пенс. Подошла женщина, остановилась и не в решительности. К ней подходит мужчина, дает ей пенс и говорит, джельтмены всегда платят за леди. Я говорю, матушка, в чем смысл? Но она говорит, ну вот они себя ощущают, леди и джельтмены, поэтому не могут бесплатно войти. Так и здесь. Ведь на самом деле должно быть ощущение чести своей, ощущение совести своей, ответственность за то, что ты сделал этих людей несчастными, обокрав их, а потом думаешь, платить тебе десятину или не платить тебе десятину. Поэтому здесь вот, знаете, это так вот все относительно. Я-то вижу, как нищих людей все время настраивают, ты плати десятину, ты купи, значит, это, или каким-то образом там через цену свечек и так далее у них отбирают. Они идут вроде как бы успокоиться и считают, что церковь им даст покоя, а приходится за это платить. Да, батюшкам надо выживать. А как выживать этому нищему народу? Ведь это нищий, этот народ должен получить эту десятину, а не батюшка, не церковь. Ведь раньше в общину это подавалось, так, чтобы община могла нищему помочь и ему этих денег раздать с этих денег, с товаров и так далее. Ну вот, в общем-то, какая-то такая была система. Но для того, чтобы эта система работала, нужно, чтобы у человека что было? Ну вот скажите, совесть. Вот, знаете, совесть совестью, и я считаю, что это уже форма святости, если у человека есть совесть. Я думаю, что прежде всего у него должна быть стабильность. Стабильность. Нам сейчас показывают примеры каких-то купцов, которые там, ууууу, Весь свой доход тратили на то, чтобы благотворительность устроить Но они уверены были, что на том, что у них останется, они проживут Правда, эта уверенность в 1917 году была сильно разрушена В общем-то, всем досталось, и тем, кто платил, и тем, кто не платил И тем, кто делал благотворительность, кто не делал благотворительность Но, а стабильность-то нет, нет стабильности И поэтому, как можно с них требовать, если они сами все время в страхе непонятном Отнимут, не отнимут, закончится все, не закончится, посадят, не посадят Дети за границей, выживут дети эти за границей или не выживут Все ведь у них больше проблем, чем у нас, у нищих, как говорится Поэтому нужна стабильность, а ее, похоже, нет И, похоже, и не может быть в этом государстве Я все больше слышу тех, кто говорит, ну что же, мы разрушили Советский Союз У нас же было стабильно, мы же вот, даже на этом озере мы плавали на лодках Собирались здесь с праздником и все остальное Теперь что? А теперь вот непонятно, а почему не могут вернуть Советский Союз? Одным рощерком пера четырех человек разрушили все это А теперь такое огромное количество людей не может обратно вернуть Собрать, хотя бы вот в рамках той же РСФСР Теперь столько умных депутатов, а потому что это им не выгодно В Советском Союзе, да, они тоже имели преимущество Но по миллиону зарплату не получали только сидя в доме Плюс доходы жены детей там немеренные Поэтому здесь это неравенство видать надолго Разговоры могут быть о том, что вот нужно все остальное что-то сделать, делать Для нищих делать, десятину им отдавать А верится с трудом, что это когда-то организуется без стабильности А без стабильности не может быть и совести Я думаю так А как раз каким-то образом у тех, у кого нет денег, эта совесть имеется Так что уж простите меня, но как-то так Давайте я вам солнышко покажу Как оно светит над моим домом Нет, против солнышка не снимешь Так что здоровья вам, не беспокойтесь Можно быть счастливым, и не будучи богатым И не будучи успешным, как говорится, в тех параметрах Которые нам все время пытаются рассказать Что вот успешный этот, у кого миллион долларов Да нет, успешный тот, кто доволен тем, что у него есть Тот, у кого радость на душе есть Тот, у кого есть друзья Ну и возможность действовать Вот так Здоровья всем, радости, аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok